Не рабочие дни, это не каникулы. Важно понимать, что ситуация очень серьезная. Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям города сохранить режим самоизоляции. Те выходные, которые объявлены президентом, они сделаны не для того, чтобы мы с вами замечательно проводили досуг. Это не каникулы, это не отпуск. Это именно время для самоизоляции. Время, когда мы, к сожалению, должны изолироваться. Я вижу прекрасную погоду. Я понимаю людей, которым очень хочется выйти сейчас на набережную. Хочется погулять в парках. Но хочу обратиться, что не время сейчас для этого. Есть волонтерский центр, который готов оказать помощь и доставить и лекарства, и продукты питания нашим ветеранам. Обратите внимание, как проводят время ваши дети. Да, мы закрыли сейчас все парки и скверы. Да, мы сейчас стараемся преградить доступ на набережную. Но мне хочется все-таки еще и ответственности, и понимания наших жителей, что это делается не для того, чтобы ограничить как-то их права, а для того, чтобы их же обезопасить. Волонтеры готовы прийти на помощь в любой ситуации. Самара присоединилась ко всероссийской акции «Мы вместе». В городе работают горячие линии. Ее телефон вы видите на экране. Набрав этот номер, можно решить проблему доставки товаров первой необходимости. В Самаре были разные времена, но таким город не было еще никогда, чтобы по этой улице в течение получаса прошел только один человек. Люди передвигаются на автомобиле, ходят общественный транспорт, но большинство понимают, что времени рабочей недели дано не для прогулок, а для того, чтобы провести его дома. А вот в городском департаменте физической культуры и спорта призывают использовать освободившееся время для домашних занятий. Тренеры проведут их в режиме онлайн, так чтобы потом из виртуального спортивного мира прийти в реальные спортзалы. В направлении многое. Это различные марафоны, как бывает платные, так и бесплатные. Это различные программы, которые реализуют наши тренеры для того, чтобы наши детки, спортсмены, они дома могли заниматься, не терять свою физическую форму. Поэтому я думаю, что как раз вот эта ситуация отчасти даст, наверное, новый толчок к развитию онлайн-направления и самостоятельных занятий с культурой спорта, что в конечном итоге позволит нам существенно повысить показатели национального проекта, может быть, даже превысить 55%. В этом году в городе будет увеличено число спортивных объектов. Будут открыты. Дворец единопурства ВСК «Маяк», баскетбольный центр «ФОК «Орбита», фехтовальный центр на стадионе «Торпеда» и четыре пришкольные площадки. Но это уже после того, как снимут противоэпидемический режим. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.